В действительности будут говорить о том, что происходит у него в городе, а у него люди умалчивают, и он не владеет информацией. Пусть он пройдет, по кровку съездит, без всяких вот этих... Ну он ездит, надо дать должное. Я знаю, где он ездит, где подготовлены все встречи. С простыми людьми красноярцами встретятся и посмотрят, зайдет к ним во дворы, как они живут. По 15-20 собак кусают людей средь белого дня, и никто не обращает внимания, в какие службы не писали, ничего никто не делает. Ну мы опять сказываемся немного в исполнительной власти, нам все-таки сегодня нужна... Так, исполнительная власть, получается, вот ваш Сергей Комарицын, политолог, сегодня набрался мужества и признался, что исполнительная власть сегодня и выбирает под себя ту власть, которая сегодня будет выбираться. Согласен с вами. Еще на одном моменте я хотел бы остановить ваше внимание. Вот сейчас вы несколько раз вспоминали ЖКХ, 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 ЖКХ. Вот вышел новый федеральный закон, и краевой закон, да, о создании фонда ремонта многоквартирных жилых домов. Вы понимаете, вот вам не кажется, что здесь вот должны вот ваши... Мне ничего не кажется, я знаю. Это пояснился, а что, еще одна пирамида, что ли? Еще одна пирамида, которая будет обворовывать красноярцев. Это еще будет создаваться, будет ряд чиновников, бездельников, которые ничего делать не будут для красноярцев. Я думаю, что на сегодняшний день нужно создавать, и у меня уже такие мысли пришли, при МЧС, федеральной организации, строительного управления, быстрого реагирования, которые люди должны подбираться, специалисты молодые, энергичные, которые на случай аварии знать будут, что делать. И как упредить, и как предотвратить, и как исправить, если что. На сегодняшний день, в этой службе, на сегодняшний день, люди малоспособные. Посмотрите, произошла авария, через сколько времени мы разгребли эту аварию. Посмотрите, в каком состоянии город, ни подъехать, ни подойти. Город стал в коллапсе. Надо организовывать переезды, которые, пусть они будут закрыты, но на случай аварии мы должны быстро делать развязки в городе Красноярске, чтобы машины могли разъехаться. На сегодняшний день мы должны, люди должны специалистами быть по борьбе с такими стихиями, как у нас сегодня. Вот дождь, ливень, полил, все рухнуло. Вот у нас, кто ездил, ездит на свободный. Со свободного ездит на удачный. Текет река уже много-много лет. Там губернатор каждый день ездит. Каждый день губернатор ездит. С камнями вот такими течет вниз. И никак они не могут, элементарную вещь, вот эту дорогу сделать. А я считаю, что это федеральная дорога. Мимо университета нашего сибирского федерального. Да, я вам обой дороге вы говорили. Да, она уже провалилась. Я ее на прошлой передаче и сейчас говорю. Ну, неужели мы не можем сделать ту трассу, ту дорогу, по которой часто мы возим федеральных чиновников, которые приезжают. А они часто к нам приезжают. И неужели вот так вот, не дай бог они приедут в случае, когда у нас такие дожди или что, они увидят. Это безобразие. Вы знаете, Анатолий Петрович, я вот сейчас вас слушаю, я надеюсь, со мной согласятся многие. Ну, вот вы знаете, вы мне напоминаете, вот знаете, вот Уэллса, помните Герберта Уэллса, фантаста, да? Вот мечтатель кремлевский. Вот и вы вот так вот сидите, говорите, вот мечтаете. Мечтаете-то вы о правильных мечах. А осуществимы ли эти правильные действия? А я мечтаю и иду к этой мечте. Я не мечтаю просто так, не сижу. Я вспомнил, когда мы с Эдхом Шукриевичем у вас сидели, делали, на дебатах выступали, и он вспомнил с такой, похвастался, что мы больше строим жилья, чем Павел Сергеевич Федирко. Ну, не, ну так как город был тогда. Ну, только Павел Сергеевич Федирко строил для людей, а Эдхом Шукриевич, наверное, подумал, для коммерческого жилья строят. И какое жилье мы сегодня знаем, которое половина сегодня пустует. Ну, значит, по сути дела, это не мечтание, да? Это можно все-таки сделать реальностью, да? Конечно, конечно. Но реальность это можно сделать при одном условии. Если мы будем подводить итог нашему сегодняшнему программе «Остров Глэ», актуальным интервью, и итог заключается в том, что нужно пробудиться от сна, да? Конечно. Пробудиться, все-таки найти в себе силы. Там два-три часа, не поехать на эту площадь. Вот я вам скажу, вы сказали о мечте. Я вам наглядно скажу, приедьте, вы в прошлом году в Глэне были? Был. Что я объявил на день села? Что построю храм и построю городок, 10 домов. Да, вот 5 октября приедете на открытие и увидите. Все стоит, будет стоять, да. Это что, я мечтал, сидел, оно само построилось? В деревне далеко от центра, от Красноярска. Да, я понимаю. Да. Где холодная, горячая вода, туалеты, все хорошо сделано. Ну, меня, вы знаете, я вам честно хочу сказать. Я обустроен. Меня немножко и честно вам хочу сказать насторожило. Вот это, знаете, паразитизм вот этого нашего населения. Понимаете, вот ей богу. Послушайте, я везде всем говорю, какой народ, такая власть. Мы этому соответствуем. Я сегодня говорю всем, мы все в этом виноваты. Прежде всего, что мы позволили избирать такую власть и делать этой власти с нами то, что они делают на протяжении многих лет. Они требуют-то требуем, а сами там все что-то. Конечно. Я знаю, многие подходят, только просят деньги. Да, 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 да. Я говорю, если бы у меня они столько были, я, поверьте, вам всем бы дал. Да, вот поверьте мне, я к деньгам спокойно отношусь и равнодушно. Не все могут деньгами сегодня управлять и руководить. Деньги, на самом деле, не зря говорили, это зло. А большие деньги, это большие проблемы. Я хочу сказать, ну, на самом деле, надо на себя сначала посмотреть, взять себя и сказать, как в анекдоте, а что ж ты сделал для людей, чтобы для себя, чтобы ты жил немножко лучше. Вот с этого надо и начать. А когда заходишь во дворы, полупьяная молодежь, родители на них жалуются. Я говорю, это дети что, с другой планеты прилетели к нам? Это же ваши дети. Неужели вы не можете выйти? И вы на них управу никакую не можете найти, потому что... А все ждете, чтобы кто-то пришел здесь. Да, совершенно верно. Ну, давайте я вам покажу пример. Пригласите меня во двор. Я приеду в любой двор, поверьте. Приеду и с ними договорюсь. Ну, и последнее. Я уже в самом начале говорил. Избирательная кампания началась. Сейчас будут выступать очень многие. Сейчас будут агитировать. Сейчас будут рассказывать. Сейчас будут вместе с вами так же красиво мечтать о том, какими мы должны быть. А вот на ваш взгляд все-таки, что же должно же побудить людей, ну, наконец-то, вот сдрогнуть, понимаете? Строгнуть, очнуться, прийти в себя и сказать, да, приду я на выбор. Ну, знаете, вот я больше всего опасаюсь, знаете чего? Вот как еще сказал Пушкин, что русский бунт страшнее любой войны. Не надо, я боюсь об этом говорить. Да, и я вижу, уже люди накалены до предела. И вот это самое страшное. Я всегда говорил, не надо нам ни революций, ни нитингов, никаких. Да. Нам нужно консолидироваться и воспользоваться своими правами в Конституции. Вот когда выйдет один, когда выйдет 10, и 100 человек, а когда выйдут и скажут 90% как в Кемерово, выборы мэра. Вот тогда можно говорить уже с другой стороны. Явка 82%, а проголосовали 80% с лишним. Да, вот я призываю все-таки к активности воспользоваться своим правом прежде всего. Не давать никому это право у вас забрать. У нас пока одна возможность это. И вы должны это исполнить, я думаю. Это красноярцы, у красноярцев есть такое право. Не отдавать никому. Я еще раз обращаюсь к красноярцам. Воспользуйтесь своим правом. Право выбирать и право быть избранным. Спасибо, Анатолий Петрович. Вот так вот просто, будем говорить без всяких икивоков, мы начали вот эту предвыборную агитацию за будущий состав Нового Красноярского городского совета. Я хотел бы, чтобы к вашим словам прислушались. Понимаете, и не просто приходили во двор повстречаться с вами. Потому что вы тоже своеобразная легенда. И тоже они приходят с вами повстречаться как с диковиной какой-то. Не обижайтесь на меня. Но им приятно пообщаться с вами. А придет 8 сентября, и они забудут об этом. Я верю, что красноярцы на эти выборы придут. Спасибо вам большое. Я вот с этой верой завершаю эту программу «Острые углы». Я также надеюсь, уважаемые наши телезрители, что все-таки мы, я тоже оптимист по натуре, мы все-таки добьем, понимаете, добьем, добьемся того, что вы примете участие, несмотря ни на что, несмотря на теплый день, несмотря на то, что у вас на огороде созреет урожай. До 2 часа, 2 часа всего придите, выразите волю, и вы посмотрите, как будет совершенно другая жизнь. Та жизнь, о которой вы, ну, если не мечтаете, то, по крайней мере, думаете. По крайней мере, вы прилизите эту мечту своим участием в предстоящих выборах. Напомню, которые состоятся 8 сентября этого года. Всем доброго. Берегите себя. Телеканал «Центр». Красноярск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова